МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 70% деклараций выпускаются в первый день после подачи. Большая часть деклараций на товары оформляется в центрах электронного декларирования. К концу года основной декларационный массив будет сконцентрирован в центрах подчиненных Владивостокской таможни, которая в основном занимается товарами, перемещаемыми морским транспортом, и Дальневосточной электронной таможне, отвечающей за остальные виды транспорта. Губернатор Камчатского края обсудил реорганизацию ведомства с начальником Дальневосточного таможенного управления. Большое. Не очень важно здесь, конечно, с Сахалинской таможней тоже установить постоянный контакт. Я не скрою, что я, конечно, расстроен тем решением, которое было принято. Но было принято до того, как я приступил к обязанностям, поэтому это уже данность для меня. Я считаю, что с учетом стратегических перспектив Петропавловска-Камчатского, я, вернее, я не исключаю, что с учетом стратегических перспектив Петропавловска-Камчатского мы в дальнейшем, возможно, и вернемся к другим конфигурациям, не будем сейчас загадывать. Понятно, что текущий статус он отражает корректно, но для меня важны и перспективы развития. В настоящем этапе очень сильно развитой технологии удаленного выпуска, значит, деклараций. На сегодня, практически до конца года, будет 16 точек входа, куда будет подаваться декларация. И все остальные таможни, таможенные посты, они будут таможнями фактического контроля. Это не значит, что как-то кто-то из рыбопромышленного комплекса, например, либо из других предприятий, которые заняты вот здесь, на Камчатке, как-то почувствуют вот то, что здесь не стало таможня, остались только таможенные посты. Это те же люди, те же помещения, та же работа. Значит, декларации подаются у нас, будут подаваться во Владивосток. Все в электронном виде, а фактический контроль досмотра, осмотры, взятие проб образцов будет отшляться здесь с теми же людьми, теми же таможенниками, которые работали раньше. На Камчатке утверждены изменения в бюджет на 2020 год. Общая экономическая ситуация стабилизирована. Растет активность в отраслях экономики, связанных с потребительским спросом. Наращиваются объемы производства товаров и услуг. Однако пока все это еще восстановительный рост. При необходимости правительство региона сможет привлечь кредитные средства. Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на бюджет Камчатского края, как и на бюджет всех субъектов Российской Федерации. Недополученные доходы, по нашим прогнозам, должны были составить порядка 8 миллиардов рублей. В связи с чем, на все законодательные собрания были вынесены изменения по возможности привлечения коммерческого кредита для обеспечения сбалансированности бюджетов Камчатского края и выполнения первоочередных обязательств. Экономика Камчатского края стабилизируется, но мы это рассматриваем как восстановительный рост. Для выполнения всех обязательств бюджета Камчатского края, а также правительства Камчатского края, возможно привлечения коммерческих кредитов, но они будут привлечены на конкурсных процедурах и только в том объеме, который будет минимально необходим. На Камчатке будут бороться с пьянством за рулем. Из-за нетрезвых водителей по-прежнему происходит много аварий с тяжелыми последствиями. Спасти ситуацию может снижение потребления алкоголя в регионе. Проблемы обсудили на заседании Краевой комиссии по безопасности дорожного движения. Подробности далее. На городских улицах стало погибать больше людей. В Краевом центре выросло количество ДТП с таким исходом. Полиция сравнивает данные этого и прошлого года. Чаще всего тяжелые последствия у столкновений транспортных средств, наездов на пешеходов и съездов с дороги. Число погибших в ДТП возросло на территории Петропавловско-Камчатского городского округа на 66,6% по отношению к прошлому году и на территории Усть-Большерецкого района на 50%. При этом число погибших в ДТП сократилось на территории Елизовского района и Усть-Камчатском районе. Количество аварий с участием пьяных водителей увеличилось с 44 до 48 по сравнению с прошлым годом. В результате этих дорожно-транспортных происшествий 70 человек получили травмы, а еще 10 человек не выжили после полученных ранений. Над мерами, которые должны снизить потребление алкоголя жителями Камчатки, теперь будет работать Краевое министерство здравоохранения. Такое поручение дал глава региона. Чтобы мы могли достаточно быстрый прогресс в этой сфере показать, уверен, что мы сможем оперативно здесь отработать и сделать. Минздрав России Олег Олегович Салагай, который выступал на совбезе, у него есть четкое понимание и готовность содействия нам оказывать. На заседании Краевой комиссии по безопасности дорожного движения обсудили состояние подходов к детским садам и школам. Жители региона считают, что дороги недостаточно обустроены для пешеходов. Только через новый портал Камчатка в порядке уже поступили десятки жалоб и просьб дополнительно обезопасить переходы и тротуары. Практически во всех крупных населенных пунктах на встречах с жителями поднимается вопрос установки дополнительных технических устройств по ограничению скорости движения автотранспорта, так называемых лежачих полицейских, установления дополнительных знаков, регламентирующих скоростной режим, особенно вблизи социальных учреждений. На сайте Камчатка в порядке мы инициировали сбор конкретных предложений по повышению безопасности дорожного движения. Еще одна тема, которую затронули на совещании, это качество подготовки водителей, а также доступность этой услуги и экзаменов ГИБДД для жителей отдаленных районов края. Сейчас получить водительское удостоверение можно только в крупных населенных пунктах. Глава региона отметил, что эту проблему необходимо решать. Залина Корбанова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка». В городе Елизово презентовали проект комплексного развития набережной реки Авача. Проект разработало Московское архитектурное бюро, которое уже работало на Камчатке. Придать современный вид хотят зоне между Фоком Радужной и визит к центрам Кранотского заповедника в городе Елизово. Проект предполагает деление на три зоны. На севере – лесную с минимальным вмешательством в природу, предназначенную для прогулок. На юге предполагается минималистичная набережная. И в центре – зона притяжения, место встречи для жителей. Здесь предусмотрены игровые зоны, места для рыбалки, дендропарк. Акцент в оформлении сделан на природные материалы, а проект предполагает многофункциональность. Чтобы не получилось так, что вложены деньги бюджетные, разработана территория, а потом оборудование вершает, никто этим не занимается, прекрасные цветники зарастают сорняками, река затопляет территорию, и в итоге у нас за один раз все взяло и смылось. Чтобы таких вещей не возникало, и бывает еще, что там еще никто этим не пользуется, чтобы таких вещей не возникало, очень важно продумать по разным параметрам, по экономическому, экологическому, социальному критериям эту систему, чтобы она действительно хорошо работала. И вот в данном случае мы работали с такими параметрами, как ветровая защита, снеговая, устойчивость, сейсмоустойчивость и подтопление. Камчатские предприниматели претендуют на получение крупных грантов от Ростуризма. Федеральное агентство готово выделить по 3 миллиона рублей на каждый удачный проект. Всего на поддержку инициатив, направленных на развитие въездного и внутреннего туризма, в рамках этого конкурса предусмотрен 1 миллиард 200 миллионов рублей. На гранты могут претендовать предприниматели, которые зарегистрировали свою деятельность не позднее 20 марта 2020 года, как ИП, так и юридические лица. При этом у них не должно быть долгов перед федеральным бюджетом. Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Помимо этого, субсидии предназначены для разработки новых маршрутов и благоустройства уже существующих. Выплаты также будут предоставлять на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на конкурс можно подавать в электронной форме. Уже 4 человека определились, что они будут точно участвовать. Ну и в рабочем порядке поступило около 20 обращений. Сейчас предприниматели находятся в раздумье. Что касается самих заявок, то предприниматель в рамках одной заявки может подать максимальная сумма 3 миллиона, но хочется отметить, что от одного предпринимателя может поступить до трех заявок. Это говорит о том, что сумма может увеличиться до 9 миллионов рублей. Приглашаем всех участвовать, просим не бояться и обращаться в агентство по туризму и внешним связям за необходимой помощью и поддержкой. Новое покрытие появилось в зале школы боевых искусств. Петропавловские татами закупили в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Специализированные спортивные маты разместили в зале, расположенном в микрорайоне Северо-Восток. Площадь покрытия 64 квадратных метра. Конкурс на получение грантов проходил еще весной. Одним из победителей стал Российский союз боевых искусств, который распределил полученные средства по региональным отделениям. В Камчатском различными видами спорта занимаются около 120 человек. Самые крупные группы по карате. И здесь у нас работает целая программа по поддержке именно молодежи от 16 лет и выше. И, конечно же, при таких грантах мы увидим большие приросты людей, которые занимаются и любят боевые искусства. Мы видим, что детишки уже занимаются на новом оборудовании. Конечно же, поддержка будет дальше идти, потому что на другие регионы пришло где-то спортивное оборудование, здесь приходят там, где что важнее. Здесь, конечно, Камчатке нам нужно было новое татаме, и вот оно здесь, и мы радуемся, и детишки занимаются. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok